Друзья, всем привет! Сегодня я хочу поговорить о флагманском смартфоне. О флагманском смартфоне компания Nokia. Это модель 8. Nokia 8, она наконец-то к нам приехала, мы ее протестировали. И у меня есть что рассказать про этот смартфон. Предрекая комментарии, что Nokia уже не та, мол, это все уже, все кануло в лета и пора забыть о ней, я оставлю в описании ссылочку на статью википедии. Можете почитать, что это за компания H&D Global, кому она принадлежит, кто ее основал и так далее. Вам будет полезно. На этом рассуждение о том, что Nokia уже не та, мы заканчиваем. И начнем мы, как всегда, с дизайна. Nokia 8 сделана из цельного куска алюминия. В отличие от многих смартфонов, если посмотреть на него сбоку, форма несимметрична. Задняя часть более закругленная, в отличие от передней с дисплеем. За счет этого тактильно он кажется намного тоньше, чем есть на самом деле. Причем, благодаря плавности этих линий, он не режет руку и лежит отлично. Сверху и снизу находятся пластиковые вставки для работы радиомодулей. Выполнены они почти в цвет корпуса и в глаза не бросаются. Вариантов цвета четыре. Silver, Blue, Matte Blue и... Copper. И, судя по всему, именно последний бронзовый цвет считается топчиком, так как у него единственно установлено 6 гигабайт оперативной памяти, а не 4. Речи о безрамочности тут нет. Это, конечно, странно в 2017-м для флагмана, но при выключенном дисплее самих рамок не видишь. Но включая его, особенно нижняя часть, ну вот прям слишком огромная. Забавно, но еще в прошлом году я бы на эти рамки даже внимания не обратил. А так, ну, тренды. По управляющим элементам. Кнопка домой сенсорная с приятным виброотзывом. По бокам сенсорные Android-кнопки с подсветкой. Кстати, они достаточно яркие, и вот уровень этой яркости не регулируется. И, честно говоря, в вечернее время, когда темно, либо там перед сном, эти кнопки прям очень ярко светят в глаза. Но, слава богу, они отключаются, что я и сделал. Сканер отпечатков в кнопке. Расположение классическое. Она немножко утоплена, явно с целью удобства нащупывания пальцем, но углубление настолько крошечное, что к нему нужно привыкать. На нижней части динамик, микрофон и разъем Type-C. Nokia решила сделать что-то не как все, и выпустила смартфон с нестандартной диагональю 5,3 дюйма. Причем с огромным разрешением 2560 на 1440 точек. А это, на секундочку, 554 ppi. Сам дисплей выполнен по технологии IPS, и это прямо стало загадкой для меня, когда я впервые это увидел. Потому что тут есть режим Glance. Это такой Always-On-дисплей в формате Nokia. Когда отображается время, заряд батарейки и уведомления в выключенном состоянии. Фишка в том, что подсвечивается этот режим в течение минуты или нескольких. Сколько поставите в настройках. Потом дисплей отключается. То есть лежит он такой на столе с выключенным дисплеем, и вы берете его в руки, и включается эта вот подсветка со временем и уведомлениями. Это очень удобно. Это реально такой вот нехитрый способ, как сделать удобно даже без AMOLED-экрана. Яркости в 700 нит хватает с запасом. Под солнцем никаких проблем не возникает. Да и цветопередача IPS-дисплей оставляет приятные впечатления. Углы обзора отличная. Картинка прям лежит на поверхности. В общем, дисплей тут точно флагман. Дальше у нас производительность. И говорю сразу, с ней тут все хорошо. Установлен топовый процессор Snapdragon 835. 4 гигабайта оперативной. Ну, кроме бронзового, там 6. И 64 гигабайта встроенного накопителя. Лоток комбинированный, либо 2SIM, либо SIM плюс microSD. Перед вами примеры того, как работают игры. Танки летают на максимальных настройках с 60 кадрами в секунду. Очень важное замечание, что даже при вот этих максимальных нагрузках смартфон практически не греется. То есть, ну как, легкая теплота ощущается, но это скорее уже просто от рук. И это очень круто, потому что не будет троттлинга, даже если вы будете играть несколько часов подряд. Главное, чтобы мамка не наругала. В общем, производительность тут вполне ожидаемая. Snapdragon 835, который установлен на самые крутые флагманы 2017 года. S8, S8+, Note 8, Google Pixel 2, HTC U11. В общем, топчик. И не забываем приплюсовывать к этому чистый Android 7.1.1, на котором работает Nokia 8. Никаких лишних оболочек тут нет. Pure Android. Скорость в меню просто молниеносная. Так что по этому пункту Nokia 8 тоже флагман. А теперь поговорим про камеры. Nokia пошла по пути Huawei, установив две камеры. Одну цветную, вторую черно-белую. Мы можем делать снимки выброчно на одну, либо сразу на две, получая комбинированный снимок. Ну и про характеристики. Оба модуля на 13 Мп. У цветного есть оптическая стабилизация, апертура 2.0. Фазовая и инфракрасная фокусировка. Двухтоновая вспышка. Фронтальная камера 13 Мп, апертура тоже 2.0. Перед вами примеры фотографий. Мы специально отметили, в каких режимах сделан снимок, чтобы вы поняли, в чем разница. И я, как всегда, не комментирую полученный результат. Пишите о нем в комментариях. Пишите о нем в комментариях. Отдельно хочу сказать про сильно рекламируемую технологию OZO Audio. Идея в том, что звук записывается всенаправленно. Звучит круто, работает вот так. Проверяем, как записывает Nokia OZO Audio технология, которая записывает звук в 360. Сейчас ветер дует, не знаю, как там будет слышно. Мы снимаем на море. Для того, чтобы проверить Nokia OZO Audio, я придумал такую штуку. Смотрите, я говорю, говорю, говорю вот так. А теперь делаю вот так. Переворачиваю. И продолжаю говорить. Изменился звук или нет. Пишите в комментариях, вы уже увидите это. Я пока что не знаю, как оно там будет. Честно говоря, видео в 4К на переднюю камеру. Саша делает вид, что ему холодно. Смотрите, какой симулянт. Холодно? Аудиодорожка действительно записана очень хорошо. Но сказать, что я прям в шоке от качества, сложно. Еще один режим, про который много говорят, Dual Sight. Можно не только делать фотографии сразу на две камеры, что забавно. А и в таком режиме делать трансляцию на YouTube или Facebook. Опять же, не знаю, насколько это будет популярно, но как фишечка есть. Внутри Nokia 8 установлен аккумулятор на 3090 мАч. И есть поддержка быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Результаты заряда следующие. 27% 15 минут, 47% 30 минут, 74% 60 минут и 100% 110 минут. Как видите, быстрая зарядка действительно может спасти во многих случаях. За 30 минут 47% такой себе неплохой показатель. Вот только последние 25% будет заряжаться аж 50 минут. Что касается автономности, смартфон держит сутки. В принципе, можно вытянуть и полтора дня использования. Только зачем, если всего за полчаса вы можете зарядить смартфон на 47%. Видимо, Nokia не удалось установить более мощную батарею вот в такой вот тонкий корпус. Но на самом деле, быстрая зарядка спасает. В общем, автономность это такой один из спорных моментов в Nokia 8. На мой взгляд, батарея все-таки во флагмане должна держать чуточку больше. А быстрая зарядка это скорее такое решение существующей проблемы. Ну, а теперь про звук. Внешний динамик играет хорошо. Он громкий, много высоких, достаточно средних и низких. Звук чистый, тут точно нет вопросов. Но слышал я динамики и получше. В наушниках ситуация немножко другая. Максимальной громкости тут не так много, как на других флагманах. Но звук очень чистый. Басы не завалены. Все частоты вот как-то гармонично играют. И реально, Nokia 8 это отличный смартфон для прослушивания музыки. Я сейчас, конечно, не упарываюсь в какие-то аудиофильские тесты. Но вот чисто для себя, я его сравнил с другими смартфонами, которые находились у меня в студии. Вот звук реально крутой. После MVC 2017 и выхода Nokia 3, 5 и 6, появление флагмана было всего лишь вопросом времени. Nokia 8 флагман ли на сегодняшний день? Да, флагман. Стоит ли его покупать прямо сегодня? Решает вам. Объективно это топчик, но есть некоторые нюансы. Пишите в комментариях, что вы думаете о Nokia 8. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на наш канал, у нас тут много всего интересного. Всем хорошего дня, яркого настроения. Пока!